здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте мои дорогие друзья приветствую вас на канале ксана оксана goodwin vintage продолжаем искать склад очень обидно что прошлый свой найденный пакетик разобрала без вас так как закончилась батарейка я даже этого не заметила так сказать в экстазе поиска в общем даже не заметила что вы этого не увидите в общем разобрала но в следующих своих видео покажу в находках но саму распаковку мне показать вам нет как не получится в прошлом видео многие зрители восхищались вот этой кошечкой из морозного стекла и стала удар духи в этот раз я думаю пусть она еще покрасуется еще много новых зрителей тех кто ее не видел пусть увидят ну и вдобавок некоторые свои кошки тоже вас приветствуют это кошечки из моей коллекции в общем пусть они украшают сегодняшнее видео но мы с вами продолжаем поиски клада этот мешочек мне достался на мой взгляд дороговато купила его за 18 долларов увидела интересные вещицы увидел много ерунды в общем не знаю как нам сегодня повезет или нет все по итогу будет понятно только лишь в процессе самой распаковки но надеюсь что что-то интересное здесь да есть ценовая политика непонятная мне у этих магазинов кстати у меня спрашивают где я нахожу эти мешочки это благотворительные магазины в которые приносят люди вещи бесплатно то есть приносят оставляют магазин занимается их распаковкой распределением они как-то оценивает непонятно как как работники этого магазина их оценивают в итоге продают за какие-то копейки одессы спокойно но и те деньги которые они выручают от этой продажи отдают на благотворительные цели ну чему я собственно и рада как-то я способствую тоже процессу благотворительности так мешочки вижу два мешочка ну а все остальное так сказать в раз за в рассыпуху да давайте приступим первое это вот такая что это я даже не знаю что это но принцип такой что это может быть и браслетом как я понимаю да очень гибкая ну думаю что это современное что-то да можно как украшение наверное как-то вот тогда надевать для шейки маловато в общем какая-то штука кто знает пожалуйста напишите мне как-то попадалось тоже вот такая вещь но это был браслет что это я даже теряюсь в догадках в общем давайте покажу вам как она выглядит в общем это вот такой вот гибкий шнур шланг состоящий из вот таких вот что это каких-то пластин в общем кто знает пожалуйста напишите для чего это и что это я как-то теряюсь не знаю что это напоминает какой-то вот узел шнур в общем интереса на мой взгляд не вызывает следующая вещь мне кажется очень интересной вещь интересная это босс какая великолепная застежка просто невероятная застежка так хочу взять увеличительное стекло сразу и сама все рассмотреть хотя в очках и в общем там через камеру плохо видно постараюсь рассмотреть и возможно вам тоже она станет более понятно в общем принцип такой как будто какие-то хлопья залиты люцитом и очень красивая застежка ну скажу честно из-за самой застежки уже стоило бы я бы и саму застежку тоже купила невероятной красоты бусы стертое покрытие да как кстати спор возникал на мой возник вернее на моем канале по поводу вот этого стенда подложки который я использую но мне кажется вам так удобнее смотреть рассматривать все детали во-первых во вторых камера не расфокусируется показывает все четко какие красивые вот эти креста бусины покрытие аврора бареалис эти пластиковые бусины взяты в лапки вы знаете я думаю что может быть стоит полностью убрать вот это вот покрытие либо наоборот это дает такой шарм этому украшению напишите мне ваше мнение очень помогает часто помогает скажу честно но скажу так вот эти бусы мне нравится и в таком виде то есть как экспонат вполне себе да естественно в этом стиле украшения надевать носить будет странно выглядеть да по поводу застежки хочется что-то упал на деталька на упала по поводу застежки хочется разобраться все ли правильно маркировки нет вы знаете что еще меня смущает так в раскладке они правильно но вы знаете сам оттенок вот этого металла и самой застежки отличается ну возможно так и должно быть но сборка оригинальная их не пересобирали потому что вижу вот детали скрепления крепление вернее этой стороны и этой они идентичны возможно из-за того что сама застежка была как бы под защитой и возможно просто из другого металла изготовлена но бусы интересные в раскладке тоже хорошо выглядят ровненькие не колом не стоят и красивая очень застежка думаю что переделывать я их не буду как экспонат как экспонат вернее в мою коллекцию они вполне себе вписываются очень люблю я старинные украшения по поводу возраста сказать сложно но я думаю они намного старше чем 60 50 думаю что это даже близко к 40 вы могу ошибаться мои дорогие поправляйте и иногда ваши вернее очень часто ваши поправки ваши дополнения оказываются действительно верными но вот эти бусы мне очень нравятся какие красивые вот сами бусины в общем эти бусы хочется рассматривать я люблю украшение которые хочется рассматривать есть украшение лаконичные с которыми все сразу с первого взгляда ясно понятно есть украшение которые чем дольше рассматриваешь тем больше остается непонятного какого-то впечатления но в общем и кстати посмотрите как они здорово собраны прям в раскладочка прекрасная думаю что это украшение достойная я себя успокаиваю по поводу 17 до 18 долларов так это что я думаю что это современное и вообще я думаю что вот это самостоятельно как-то придела на и деталь думаю что это совсем из другого из другой оперы хотя оттенки металлов совпадают винтажный возраст самой пластины здесь клей виден но сейчас я вам поближе покажу вам понятно станет видите виден клей здесь вот что такая бусина думаю может быть она и старенькая вещица но какая-то уж она такая блеклая тусклая и на мой взгляд неинтересная кто может быть думает по-другому пожалуйста напишите так идем дальше до сразу увидела я несколько вот таких сережек на подложке madden usa чё тут челси ну я думаю что это клипсы из восьмидесятых привет из восьмидесятых причем новые так сейчас тугие новенькие без маркировки но в отличном состоянии новые и кстати посмотрите по центру эмаль такая в заливке и в самой эмали есть как кристаллики мелкие ну крупные подиумные восьмидесятые носить их конечно я не буду но как память молодости может быть коллекции они свое место достойное займут и очень приятно что металл не потемнел бывает часто довольно таки у старых украшений даже если они не носились даже если они хорошо хранились темнеет металл что-то выпадает отпадают эти в прекрасном состоянии в общем пусть будет как напоминание о восьмидесятых ну и вдогонку из этой же темы галакси стоили когда-то 297 потом доллар пятьдесят и в общем то оказались ненужные это пусеты причем почему-то разные у них закрепочки эмаль относится думаю тоже к восьмидесятым ну вот эти кстати вполне может быть и носибельными ну для скажем любители вот так таких украшений как бы больше похожих на подиумные очень крупные они крупные по поводу тяжелые не тяжелые тоже хочется посмотреть кстати очень легкие вполне себе может быть под что-то подходящее но пусть они так на этой под ложечке и будут хранится я как кстати заказывала как-то украшение тоже в лоте были подобные серьги скажу честно я их все раздала раз дарила с удовольствием их носят так следующее что тут это думаю что то дешевое современное похоже под марказиты так минутку могу ошибаться но по ощущениям низкое качество тут подвижная деталь в общем что-то такое некачественное и шнурок из искусственного материала вообще мне кажется это шнурок для очков что ли серёжа там стонет во сне стонет серёжа это серый котик у меня красавчик так мы идем дальше что тут а вот эта вещица интересная по моему это самодельная вещь по моему это вклеена это что-то было другое вы знаете я сейчас не поленюсь и покажу вам то на что я подумала это похоже конечно могу ошибиться но давайте разберем так находилась недалеко эти вещицы находились в общем давайте покажу да и это один в один вот такой люцитовый браслет у меня есть вот такие серьги тоже как-то я их находила здесь есть на моих сережках помол маркировка помоли не знаю что это так на браслетике так маркировки нет но вы как считаете я думаю что это вот прям оно самое поближе сейчас я вам покажу как комплект вполне может быть только не даже представляю не представляю какую можно цепочку либо бусы под эту подвеску вообще я думаю что это что-то самодельно уж очень меня смущает вот это деталь и клей как-то неаккуратно нанесен так что напишите жду ваших впечатлений что вы по этому поводу думаете но идентичность как бы не требуется до никаких дополнений я думаю что это одно и то же как комплект я не знаю оригинальность вообще этого украшения мне кажется что здесь равно должна быть какая-то каемочка что-то должно быть хотя вот и на сережках оригинальных тоже клей вклеен не совсем ой аккуратно да и вот на самом браслетике тоже видите клей виден и но этот браслет оригинальный и в общем то даже затрудняюсь что-либо по этому поводу сказать как вы считаете вот этот браслет я в таком виде и нашла и я думаю что это тоже что-то самодельное уж очень здесь видите подозрительно выглядит вот это вот часть думаю что это клипсы все-таки были и их переделали самостоятельно серьги неудачно потому что вот это вот дешевая сама застежка под цвет бронзы не совпадает вообще никак не подходит но тем не менее общем оставила как есть и дополнение вот такая еще вещица ко мне попала часто складываются комплекты скажу честно у меня бывает это часто кто постоянно смотрит мои видео постоянно постоянные зрители знают что комплекты притягиваются и купив какое-то украшение однажды путь будь то там браслет либо просто серьги обязательно к этим украшением подходят подбираются какие-то дополнительные скажем элементы такой люцид красивый натуральный перламутр вставочки и есть такие как блестки будем считать что комплект тоже сложился так но мы идем дальше да тут у нас ну вот это что я думаю что эта часть от браслета восстановлению не подлежит если только прикрепить под за эти детали какую-то цепочку и использовать как кулон но я думаю что она того не стоит маркировки нет то есть ход покрытия как деталь так она и будет так следующее что так вот такие серьги стоили когда-то 2 доллара давайте сначала вот крупные эмали вы рассмотрим поближе кстати очень красивые эмаль молочного цвета почти сливается с моей подложкой некоторые вернее одна зрительница мне написала что надо на черном цвете показывать но на черном цвете она еще больше сливается здесь вот хотя бы видно нюансы пусть в одной цветовой гамме но все таки нюансы более легко рассмотреть белый металл красивая эмаль серьги крупные довольно таки обратная сторона вот так выглядит по поводу маркировки маркировки нет но очень красиво красивое броширование очень красивые серьги кстати можно вполне носить как в современных аутфитах и к тому же вы думаю тоже заметили что это серьги на разные ушки это показатель качественной бижутерии и как сказать в фантазиях можно предполагать что это украшение принадлежащие какой-то известной компании просто не поставили маркировку может быть и такое так идем дальше эти серьги пуссеты обычные маркировки не вижу так что тут понятное дело что как правило не родные вот эти через камеру не видно не родные застежки эмаль красные сочетание красного и золотого оттенков они всегда очень хорошо вывершено выглядят даже если это какие-то мелкие украшения такие обычные на каждый день можно надевать как форме ромбиков форме квадратов в общем такие обычные никакие так а мы идем дальше предполагаю вот этот пакетик оставить на шедевр не знаю что но вот тут что-то я рассмотрела давайте еще немного терпения и все станет понятно что тут у нас так тоже стоил 2 доллара доллара этот пакет что это сразу вижу прекрасный базил минуточку и это стекло стеклянные ставки так конечно же все запутано как я не люблю вот это вот все дело когда мелкие цепочки запутываются в общем-то распутывать их как правило проблемно пока здесь совсем даже и не проблемно так в общем это нитка цепочка с вставками кристаллов базил отличного качества по поводу маркировки написанной маркировки нет на удлинительной цепочки есть вот такой вот такое подвес с кристалликом мелким некоторые украшения вот таким образом маркируются кристаллы сваровских могу ошибаться тоже обязательно поправляете меня пишите но очень нежная вещь очень красивые кристаллы я люблю вот такого плана украшения потому что они универсальные то есть надев на любой фон одежды такие украшения всегда будут выглядеть в тему то есть нет такой жесткой и стилистики нет такой жесткой цветовой до гаммы надев просто на черную какую-то футболку будет классно выглядеть на красную на белую на зеленую абсолютно потому что сами вот эти кристаллы базил они конечно будут просвечивать и отражать тот свет основной и естественно будут принимать оттенок одежды то есть они всегда будут уместны и всегда будут классно выглядеть красивая вещь очень она мне понравилась так хочется посмотреть тут маркировку хочется вернее найти какую-то маркировку уж очень вещица такая нежная красивая но маркировки нет кроме того что вот такой может быть какой-то опознавательный кем подвес узнаваемый может быть длинная можно надевать как длинную цепь и я думаю что вполне как в два ряда под горлышко тоже хватает абсолютно размера отличная вещица очень понравилось шедевром хочется сделать эту вещь и очень люблю базил у меня тоже есть коллекция украшения с кристаллами в обработке вернее в оформлении в обрамлении базил это когда прозрачный кристалл когда закреплен он им именно вот в каемочку и он не закрытые кристалл хороший кстати обработки посмотрите как сверкает красота и только очень довольна ну конечно же все равно нас ждет шедевр я надеюсь что шедевр то все таки будет шедевральный раз уж так упаковали этот пакетик но бывает очень странные какие-то скажем вещи случаются когда очень достойные вещи просто валяются и когда какой-то вот какая красота но это к этому моменту не относится то есть вещь меня просто поразила старая шесть пятидесятые тире шестидесятые никак не раньше не позже плечики застежки застежка родная очень красивые сами кристаллы яблочного цвета похожие броши у меня тоже есть у меня есть брошь но она большего размера это уж совсем прям такая малютка малютка но очень очень красиво все кристаллы на месте взяты в лапки очень красивое броширование такой завиток прям на завиток красивые кристаллы брошечка достойная вот такие броши конечно радует всегда когда винтажные украшения попадают в отличном состоянии видно что их любили надевали по праздникам но она прям вот малютка посмотрите по сравнению с моим ногтем как она изящно выглядит думаю что на черном фоне будет просто великолепно на темно-зеленом практически на любом фоне брошь будет играть думаю что шедевр удался скажу честно вот 18 долларов я считаю что я переплатила но денег не жалко потому что удовольствие от поиска клада я надеюсь вы тоже вместе со мной получили так сказать не в деньгах счастья а в том удовольствие которые они могут вам доставить пишите свои впечатления пишите свои комментарии дополнение какие-то поправки с огромной благодарностью воспринимаю любую конструктивную информацию всем мира добра и красоты увидимся в следующем видео всем всего хорошего пока пока